виталий приветствую тебя традиционная встреча для торговой сессии вторника мы начинаем день с обсуждения опять же рыночных возможностей смотрим за рынком за самыми интересными движениями все это адаптируем содержание экономического календаря либо какому-то новостному фон все это делается друзья для того чтобы у вас было больше информации в принятие торговых решений и надеемся то что такого рода контент вам в этом способствует и помогает эта неделя на сравнении опять же на контрасте с прошлой конечно же уже не будет таких серьезных фундаментальных отчетов самое интересное пока что позади остальные стоящие релиза придется уже дождаться какое-то время и я еще в понедельник на своем брифинге сделал акцент на то что вот как раз ближайшие торговой сессии ввиду отсутствия каких-то знаковых событий могут быть хорошим условием для участников рынка для трейдеров чтобы оценить общую ситуацию для того чтобы понять как и что происходит с рынком целом и сейчас это важно понимать потому что таких условиях нужно пользоваться локальными возможностями которые связаны с тем что иногда лучше посмотреть как бы на трезвую голову скажем так на то что происходит на рынке опустить убрать из виду какой-то шум в виде волатильности еще раз переоценить фундаментальные возможности уже долгосрочно решить как и что принципе нужно делать мне виталий твое мне не всегда интересно потому что и очень хорошо разбираешься в фундаментальном анализе ты вот если абстрагироваться от краткосрочных возможностей вообще что думаешь насчет средней или долгосрочных ориентиров по доллару вот в свете хотя бы от последнего отчета по нонфарм пэрлс считаешь ли ты его переломным для принятия решений о том что теперь точно доллар уже не будет расти будет только лишь снижаться или ты как и многие думают что один отчет еще в принципе не меняет погоды и пока сам фрс не даст конкретный сигнал что он отказывается от жесткой монетарной политики наверное за него решать это нам не нужно ты что думаешь про доллар так всех приветствую ну по поводу доллара вот это накопление которое у нас было я его неплохо отработал и в дальнейшем я рассматриваю возможной возможные ослабление доллара но буду смотреть пока я вне рынка нахожусь лично да то есть так как у нас вот это прошлое накопление которое было за октябрь но как раз ноябре и показала хорошее движение и сейчас под вопросом это было реально слом тенденции или это было просто такой вынос да такая большая более сложная коррекция дальше усложнение доллара но если так смотреть прямо на такой средний срок долгосрок то там доллар будет туда-сюда ходить и в принципе я буду держать в курсе я еще вижу возможное ослабление сильное доллара да очень сильное а потом его укрепление будет ли это ослабление доллара с текущих или мы еще там локальные максимумы как вот ты ожидал там 108 109 я в принципе тоже это не исключал при пробое этих максимумов такой сценарий тоже поэтому я буду держать руку на пульсе смотреть так как у нас ситуация все время какой-то появляется какая-то проблема вот даже с тем же фрс да когда выступал на прошлой неделе павел так мягко выступал по поводу понятно было вот и ты ожидал и большинство что ставку не поднимут скорее всего а вот было очень важно что он скажет и я вот последний месяц говорил что да данные по рынку труда там прошлый еще нонфарма там сентябре и вообще рынок труда и большинство показателей они очень сильные но в фрс у него был была проблема с госдолгом есть такое понятие как фискальное доминирование в экономике и получается фрс выбирал что делать ужесточать политику или бороться с госдолгом на сегодня у нас госдолг государственный он примерно 45 процентов от общего долга сша и чтобы не допустить какого-то дефолта да и у нас я смотрел у нас пик по госдолгу сша вот если смотреть исторические данные там за последние 60 лет с копейками мы на пиках поэтому они выбирали дальше ужесточать облигации там десятилетки там 5 процентов то есть все начинают нервничать и идет дорожание кредитов это такой комок конечно он рано или поздно произойдет но еще есть какая-то пауза вот так то есть я буду смотреть дефолт или да да я думаю что кинут кинут большинство но это будет не ближайшее время там плюс минус да потому как растет государственный долг и учитывая что приличную долю ну точнее неприличную чуть ли не уже больше 50 процентов это как раз выплаты процентные купоны по облигациям которые они раздавали и продолжают раздавать всему миру туда это как бы этот локомотив их догонит очень скоро потому что в конечном счете всему приходит конец и вот этому безудержному печатанию денег тоже в общем последствия действительно будут но я надеюсь что мы ну даже не знаю как бы сказать надеюсь может быть не совсем правильно я хочу верить то что может быть удастся увидеть этот закат темы доминирования доллара в том числе в резервах и вот эти сокрушительные последствия для рынка в том числе если что-то произойдет с американской экономикой кризис они всегда происходят периодически просто мы всегда движемся вообще от одного кризиса к другому и возможно все-таки в сша тоже что-то произойдет настолько интересное что мы уже не будем на рынке смотреть так как смотрели раньше ну ладно давай тогда вернемся к нашим как к срочным рекомендациям долгосрочные тенденции вроде бы как понятны если фрс сам не знает что он будет делать дальше то куда уж нам оценивать долгосрочные перспективы того или иного инструмента но все-таки хочется все-таки верить что какой-то сценарий будет более реалистичен и над ним придет давай с индекса доллара начнем я как раз график открыт так демонстрация пошла уже да текущие котировки 105.31 буквально еще некоторое время назад но если посмотреть даже конец торговой сессии пятницы и вчерашнюю торговую сессию доллар был на локальных минимумах это в районе 104 70 вот такая реакция выдалась рынка на последний счет полный фарм перлс пятницу и тоже и на своих брифингах я также касался темы немного конечно же перестарался рынок может быть с негативом на те данные которые были опубликованы потому что мы не видели такого выразительного контраста например фактических цифр с прогнозами чтобы можно было сказать ну что все можно ставить крест на американском рынке труда он уже не будет расти восстанавливаться тогда я этого пока делать не хочу считаю что один насчет особой ситуации не меняет и тем более что по факту количество новых рабочих мест лишь немного было отклонено от тех значений которые прогнозировались 150 тысяч прогноз был 180 тысяч тоже делал акцент что лично меня немного беспокоил это данные по снижению темпов роста средней заработной платы потому что в конечном счете при снижении инфляции да есть предпосылки для будущего снижения точнее при снижении инфляции заработной платы есть предпосылки для снижения общего показателя индекса потребительских цен но пока что не хочу делать выводы за федрезер у нас будет возможность завтра послушать паула надеюсь то что он прольет отчасти свет на последние данные по рынку труда и сможет их немного адаптировать под ту политику которую он проводит потому что рынку сейчас нужны водные нужна информация потому что все хотят разобраться что было в пятницу под сам индексом доллара это реально разворот и уже уход от пиковых значений либо это все-таки коррекционный откат весом и серьезный который ну невозможно было не заметить но это всего лишь коррекция перед тем что индекс развернется к дальнейшему росту и нацелиться на те уровни которые я бы начал раньше это 107 и выше я пока что сторонник позиции считают что не стучилось на рынке того что можно было бы использовать чтобы оправдать развитие дальнейшего исходящего тренда геополитика в целом ожидания федрезерова по тому какая политика должна быть в приоритете сейчас буквально на прошлой неделе фрс провел заседание мы помним то что пауз сказал то что пока трудно еще сказать достигла ли ставка достаточно ограничительного уровня и можно ли ближайшее время надеяться что фрс начнет смягчать политику сказал что пока что это мало вероятно поэтому держу бланковые сделки длинные позиции еще раз на этой неделе не будет каких-то серьезных катализаторов для движения доллара но уже со следующей недели будем ждать данные по инфляции вот это важный показатель который может надеюсь покупатель во мне говорит что можно рассчитывать на возвращение доллара к прежней траектории рост так британская валюта 1.2322 текущие котировки очень важная будет торговая сессия пятница вот как раз пятница будут данные по ввп и промышленному производству прежде всего рекомендую обратить внимание на отчет по ввп может посмотреть на прогнозы экспертов ожидается что экономика в третьем квартале снизилась на 0,1 процента и это как раз все статистическое подтверждение того что британская экономика ну практически оказалась уже в рецессии я думаю что в четвертом квартале тоже будут значения с знаком минус и тенденция несколько кварталов последовательного снижения будет уже основанием говорить о полноценной рецессии банк англии мы помним на прошлой неделе не повысил процентную ставку опять же из-за очевидных проблем потому что не может позволить пойти на этот шаг из-за трудности с которыми сталкивается промышленность сфера услуг рынок недвижимости британцы перестали инвестировать в недвижку потому что это сейчас совсем не перспективное дело из-за того что это во-первых трудно делать при текущем уровне процентной ставки ипотечные покрытия и займ они становятся каким-то неповерным бременем и это охлаждает как я уже сказал сектор недвижимости буквально ранее вот вчера вышли данные по активности в строительном секторе англии и показатель остался существенно ниже 50 то есть уровня который отделяет восстановление от спада 45 пунктов по моему соответственно при таких данных и вспомним еще с прошлой недели аналогичная слабость по промышленности сфер услуг я видали не вижу как бы серьезных предпосылок или вообще каких-либо предпосылок чтобы он вышла на новый локальный максимум что помогло фунту в пятницу это реакция доллара резко на данные по нонфармам доллар обвалился риск улетел к локальным максимум сейчас я думаю что все-таки рынок начал осознавать что заигрался с этим локальным восходящим трендом и медведи постепенно возвращаются я ожидаю дальнейшего снижения и ухода пары фунт-доллар к отметке 1.21 моя долгосрочная цель 1.20 и буквально пару слов про рынок нефти 84 доллара за баррель сейчас ждем данные по инфляции в китае в четверг они выйдут рано утром я надеюсь то что индекс потребительских цен и станет еще одним фактором поддержки для рынка нефти среди положительных факторов для нефтянки это еще и последнее решение саудовской арабии продлить действие добровольного сокращения производства до конца года также мы знаем что геополитика это еще как бы фон который может стать попутным ветром для покупок бренды WTI сегодня вышли данные по торговому балансу китая показатель экспорт снизился а показатель импорта ну частично как бы нейтрализовал слабую картину по экспорту но в целом осадок остался не очень от китайских данных но опять же я надеюсь то что серьезным нейтрализатором этой слабости будут данные по инфляции потому что по прогнозам инфляция в китае все-таки выросла инфляция это индикатор потребительского спроса и соответственно чем лучше будут эти данные тем больше будет оснований говорить о вероятности повышения спроса и на углеводороды со стороны ведущего импортера нефти в мире поэтому больше оснований фундаментальных за продолжение восходящей динамики но вот единственное сейчас просто хочу сделать акцент что где-то в диапазоне как раз поближе к 80 можно будет рассматривать долгосрочные лангеты для тех кто хочет прям по максимуму поснять из вот этой открывающейся возможности те кто не хочет дожидаться будет ли вообще это снижение до 80 долларов потому что это еще пять процентов с текущих уровней я бы рекомендовал покупать прям уже сейчас виталий слова тебе так ну давайте пройдемся по графиках так видно рабочий кран да так ну давайте в двух словах пройду пройдусь по валютному рынку ну и аналогично похожи с тобой моменты и так по евро доллару фунт доллар индекс доллара просто шикарно отработка моих прошлых рекомендаций вот я советовал вот здесь практически весь октябрь здесь советовал покупать сравнивал это движение по евро с движением прошлого года октябрь-ноябрь аналогичная была модель техническая да ну и плюс фундамент как я его понимал что скорее всего здесь будет рост на текущий момент если смотреть я дальше вижу возможное продолжение роста евро доллара да но пока сам не лезу покупки буду смотреть на чем закончится вот это движение по коррекции да когда появится сигнал хороший на покупку если он появится я буду покупать я знаю еще есть такой момент по нонфармом когда вот пятницу нонфарма выходят какую-то сторону там уходит рынок условно то он обычно там через день-два с большой вероятностью закрывает это движение да то есть здесь возможно хорошая коррекция конечно если мы не удержим вот эту зону 1.07 фунт вообще отлично то есть смотрите какой рост я целился по фунту на вот эти максимум октября мы их добили даже чуть перебили здесь аналогичная ситуация на посмотрю как здесь закончится коррекция и потом при появлении сигналов я буду возможно покупать в принципе у нас помимо битва аналитиков я еще записываю на своем youtube канале торговые идеи да то есть обычно это бывает или четверг или пятница если они есть конечно конечно я не исключаю тот момент который ты озвучиваешь что вот это все движение у нас коррекционная да такой сценарий тоже возможен аналогичный он тоже имеет логику поэтому я здесь буду аккуратным практически я все движение снял и буду наблюдать по другим рынкам нефть здесь я с тобой согласен у меня аналогичное мнение по данному сорту там бренд или лайт в принципе без разницы какой здесь будет триггер я вижу немножко другие триггеры какая-то эскалация конфликта на ближнем востоке поэтому я говорил что ближайшее время я такой спекулятивный шартист по нефти да вижу ее еще в район вот если смотреть марку бренд вот к этим минимумам которые у нас были в октябре то у нас 83 с копейками я думаю мы их достигнем и возможно даже в район вот этот 82 вот эти минимумы которые у нас были здесь практически 82 плюс минус и потом такой феерический рост будет ли это эскалация на ближнем востоке или еще какие-то проблемы я вообще не вижу там перспектив хороших так поизучал немножко эту тему и как говорят быть другом сша опасно а быть скажем как это союзником смертельно да нет не так быть врагом сша опасно быть союзником смертельно да поэтому вот то что сейчас происходит в украине у нас пошел кидок такой хороший со стороны сша и со стороны израиля поэтому там будет что-то очень плохое поэтому перспектива и наверное когда израиль это все будет видеть пойдет какая-то эскалация возможно там какое-то оружие более такое сильное и наверное на этом не впадет наверх вот как-то вот так и вижу поэтому пока я еще спекулятивный шартист стоит ли уже на этих уровнях шартить ну прям такой локальный минимум мы в принципе пробили вот эту зону у нас такая была в принципе неплохая вот мы ее держали всю прошлую неделю ниже нее еще можно опробовать там шартить но очень аккуратно а когда мы подойдем к в район 82 вот там когда появятся уже какие-то сигналы то есть технически и тогда я буду уже конкретно покупать стоит ли с текущих вот как ты отметил вот если среднесрочный трейдер там с большими стоп лоссами условно там по несколько долларов он себе позицию такой вариант тоже можно рассмотреть но буду уже по факту по факту наблюдать так как вдруг я ошибаюсь и нефть как улетит там условно на 70 на 50 как-то вот так вот такое у меня мнение по металлам я в принципе их неплохо покупал на прошлой неделе они неплохо росли там и золото и серебро пытался даже вчера купить но неудачно то есть эта неделя пока по золоту неудачная пока я вне рынка будет ли продолжение роста сложно сказать так как достаточно сильно сливают вот вчера сегодня этот рынок вне рынка доллар рубль пока не трогаю но такое ощущение что могут его слить вот у меня еще есть мнение по биткоину по этим рынкам вот мы когда с тобой уже последний там несколько раз этот рынок обсуждали я говорил что биткоин возможно торговать на покупку но более интересно там другие активы монеты они там кстати такой феорический рост показывают вот эфир тот же тоже неплохо там чуть-чуть подрос вот он кстати вот локальные даже максимум обновлял вот здесь мы когда с тобой обсуждали в районе там 1775 плюс-минус я говорил что эфир еще лучше купить нежели биткоин и там другие монеты вот это куча монет обсуждал ее обзорах и со своими ребятами в закрытом канале некоторые там по 10 по 20 по 50 процентов поэтому но биткоина я думаю есть еще перспективы где-то в район у нас текущая цена это 35 плюс-минус да я думаю что по биткоину мы еще сделаем 40 тысяч я бы с текущих советовал покупать с небольшими стоп-лоссами и если все-таки произойдет коррекция более глубокая при появлении сигналов на покупку даже дальше бы откупал биткоин с целью 40 тысяч так это что касается криптовалют что касается фондового рынка ну здесь такая сложная ситуация я за шорты глобально но очень очень плохие здесь плохая картинка на шорт поэтому можно пробовать там набирать по фондовым индексом но это с такими большими стоп-лоссами шорты если появится более надежный сигнал тогда я бы уже вскакивал в шорт по этим инструментам вот как-то вот так так ну и в принципе все у меня такой рынок сейчас нету таких прям супер-пупер точек входа рынок в движении корректируется формирует сигналы то есть нужно понимать что не каждый день картинка понятная по рынку вот это нужно понимать детали согласен с тобой большое спасибо за рекомендации за то что дал оценку собственно видне по традиционно большому количеству инструментов и затрону рынок криптовалют давай тогда следить за развитием событий как сложится эта неделя где там рынок конечном счете стабилизируется откуда начнутся новые движения на следующей неделе преддверии опять же данных по инфляции во вторник снова обсудим рыночные возможности если нужно будет уточним эти ожидания по трендовой динамике и в общем проясним ситуацию спасибо тебе что нашел время подключился обсудил рынок со мной тебе тогда хорошего трейда в рамках этой недели и хороших выходных до скорых пока удачи всем пока